Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Как вы себя чувствуете, Вельта? Прекрасно чувствую, великолепно, легко и в то же время сконцентрированный внутри. Отлично. Вы чистая, значит, работаете над собой, нас это радует. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учителю Вельта. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Вельта. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Очень рада находиться здесь. Благодарю Вельта за то, что она решилась на знакомство со мной именно в таком виде, присутствуя в тонких копиях. Моё имя Мевлос. Мевлос. Приветствуем вас, уважаемый Мевлос. Вы куратор или учитель? Я куратор. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили проверку. Чистку мы проводили чуть раньше. Вельта, она чистая, работает над собой. И 10 вопросов она написала своему куратору с просьбой ответить на эти вопросы. Будете ли вы так любезны, уважаемый Мевлос, ответить на эти вопросы? Я отвечу и помогу чем? Самогу. Со своей стороны. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса, с вашего позволения. Откуда моя душа? Пожалуйста, опишите, как выглядит дом моей души. Какой прекрасный вопрос. Благодарю тебя. Ты представитель звезды Солнца. Солнечная. Твой дом так и выглядит. С лучами. Меняю цвета от белого до золотого. Включаю красный, оранжевый и другие цвета. Замечательно. Приветствуем представителя Солнца в нашей комнате диагностики. Я лишь хочу добавить, что это очень теплое место на Солнце. Представители Солнца ведут разные исследования. Мы очень много изучаем другие планеты, другие галактики, в том числе Землю. И многие души Солнца заняты изучением и наукой. Отлично. Уважаемый Мевлас, нам с Верой довелось побывать на Солнце. Мы были действительно там по приглашению от жителя Солнца. И мы сделали такой визит, присутствовали там, пообщались. И потом очень долго приходили в себя от этих радиаций, которые там находятся. Но тем не менее, было очень интересно. Я благодарю вас, уважаемый Мевлас. Можем идти дальше? Скорее всего, вы были на околосолнечной станции. Работ за которую запрещен. Мы были на... Из-за вашей энергии и атмосферы Солнца. Так называемой атмосферы, которая вредит вам. Возможно, так и есть. Мы были в том месте, где другие представители тоже, которые посещают Солнце, они тоже там были. Но нас разделяли такие границы, которые, чтобы мы не видели друг друга. И там 20 минут были. Но, безусловно, это было одно из самых потрясающих вещей, которые нам довелось увидеть. Благодарю вас, уважаемый Мевлас. Очень интересно. Если вы закончили, можем продолжать дальше? Пожалуйста, продолжай. Второй вопрос. Как мне связаться с тобой, Куратор? И как ощутить твое присутствие? О, ты ощутишь мое присутствие. Позвав меня по имени, ты прочувствуешь в себе лучи, исходящие от тебя. Это и будет подтверждение того, что я тебя слышу и контакт установлен. То, что это нужно делать в тишине и медитативном состоянии, ты знаешь и без меня. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Третий вопрос. Мне нравится помогать другим. И в настоящее время я учусь на инструктора по ребертинг. Какие энергии я излучаю и на что следует обращать внимание при работе с другими? Так же, как солнце, ты можешь переборщить со своими энергиями и уйти в затмение. Энергии ты излучаешь радостные, теплые, приятные людям. Для кого-то ты излучаешь золотые энергии, а для кого-то теплые, желтые, как у солнца. А с кем-то ты холодна. Секунду я добавлю. Холодна ты не потому, что у тебя есть предвзятое отношение, а потому, что ты не понимаешь, что чувствуют другие люди. Это твое нормальное состояние уйти тебя, уйти в себя, уйти в затмение. Тебе трудно понять, что при этом чувствуют другие люди. И ты не понимаешь, почему иногда они обижаются из-за того, что ты вдруг стала холодна. Твой диабазон от холодных белых вибраций и лучей, как я их называю, которые выходят из тебя пучками, я бы это называл, как от солнца, лучезарные, до золотых, очень ярких, тяжелых, насыщенных лучей, которые могут быть как иголки. Но их ты показываешь только тем, кто может воспринять такой свет. Благодарю. Я благодарю вас, Мевлас, за этот ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Четвертый вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Твоя чувствительность, она нарушена. Как я уже сказал, ты трудно понимаешь, что чувствуют люди и почему они обижаются. Это не значит, что ты злая или нечувствительная. Нет, это совсем другое. Как я уже сказал, мы много изучаем и занимаемся наукой. И из-за этого мы не обращаем внимания на эмоции и чувства. Чувства есть, но эмоций нет. Поэтому иногда ты безэмоциональная. И это не всем понятно. Зная это, ты можешь проводить. Я бы это назвал эксперименты. Обращаю внимание, как люди реагируют на твои действия и поведение. Этим ты поймешь, где твоя слабая точка и где нужно смягчить твою реакцию, чтобы человек не чувствовал от тебя холод. Благодарю. Благодарю вас, Мевлас. Перехожу к следующему вопросу. Пятый вопрос. Каковы мои скрытые таланты, которые я не использую в настоящий момент? На какие таланты мне следует обратить внимание? Я бы сказал, что тебе нужно обратить внимание на твои солнечные энергии внутри тебя. Они мягкие и золотые, как я уже сказал. Научившись руководить ими, распылять их. Ты можешь притягивать очень много позитива, как это назвать, позитивных эмоций, нужных знаний, экономических ситуаций. Все это будет играть и прилипать к твоим лучам. Но этим нужно уметь работать. Представь, что со всех сторон от тебя выходят лучи, как от солнца, золотым цветом, наполненные твоим позитивом. Ни в коем степени, ни меркантильностью, только позитивом и тем, что ты отдаешь эти лучи и отдаешь свой свет. На этот свет придет радость, как я уже сказал, которая будет в виде новых исследований, знаний и финансового благополучия. Финансовое благополучие тебе необходимо, чтобы продолжать свои исследования и идти путем знаний, не забочась о финансах. Другие вокруг тебя должны заботиться об этом. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемый Мэвлос. Я перехожу к следующему вопросу. Шестой вопрос. Какие привычки в питании или образе жизни препятствуют моему росту? Я не скажу, какие препятствуют, но я скажу, какие улучшат. Все, что касается оранжевого-красного цвета, будет приниматься с благодарством. Свекла, апельсин, я бы добавил яблоко, ягоды. Все, что похоже на солнце по форме и строению, будет на пользу и не принесет вреда. Благодарю. Благодарю вас, Мэвлос. Судя по ответу, вы проходили свой опыт на Земле? Знаете нюансы нашей жизни? Мой опыт был давно. Все равно, яблоки, это на Земле, по-моему, только есть. Я не уверен. Яблоки насыщенные с железом. Железо жизненно необходимо для биоработа на Земле. Абсолютно верно. Я благодарю вас за это разъяснение. Я хочу добавить, в яблоках, железо в яблоках находится везде, включая кожуру. Можем идти дальше? Да. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Почему я родилась в Латвии? Есть ли какие-то кармические задачи, связанные с этой страной? Интересный вопрос. Ты выросла в семье в спокойствии и достатке. Это был твой выбор, чтобы ты могла изучать и двигаться в сторону осознанности души, удовлетворяя свое любопытство и не задумываясь о достатке какое-то время. Именно так был сделан выбор. Благодарю. Уважаемый Майорос, позвольте направляющий вопрос, уточняющий вопрос. Таким образом, получается, душа сама выбирает и место своего рождения, да? Оно не предписывается. Семью и место. Семью и место. Семья – это главное. Папа и мама и ситуация. Все понял. Благодарю вас за это разъяснение. Если мы здесь закончили, можем продолжать. Или вы хотели еще что-то добавить? Я бы хотела добавить, но это будет очень длинный ответ. Здесь много чего связаны. Как я уже сказала, мама, папа, язык или языки, которые будет знать ребенок. Все не просто так. Все связано одно с другим. Даже погода и климатические условия, при которых вырастает душа. Благодарю. Я благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Мэвлэс. Я уверен, верьте, это будет полезно. Если вы позволите, переходим к следующему вопросу. Да, переходим. Восьмой вопрос. Пожалуйста, опиши среду, в которой моя душа чувствует себя в своем потоке развития. Ты сама описала развитие. Это главное, что нужно твоей душе. Самые лучшие условия, когда финансовый вопрос кто-то решает вокруг тебя. Конечно же, ты тоже приносишь какой-то доход. Но это не главное и не интересное для тебя. Для тебя интересны новые знания, расширение границ, научные и исследования, и информационные. Я бы сказал, получение информации другими нетрадиционными путями. Ты раздвигаешь границы данных информации на Земле и стараешься идти дальше, понимая себя извне наружу. Это значит, зная свой стержень, свои тонкие тела и заботясь о физическом теле. Благодарю. Благодарю вас, Мевлас. У меня осталось два последних вопроса. К сожалению, возможно, она забыла спросить уровень своего высшего «я», что было бы для нее, безусловно, важно. Но я читаю, как вопросы написаны. Девятый вопрос. Пожалуйста, просканируй мое энергетическое тело. На какие органы или области тела мне следует обратить внимание? Твои энергетические тела находятся в балансе. Обратить внимание тебе нужно на то, чтобы все чакры работали, были наполнены и открыты. Как сейчас. Только так будет баланс. Не собирай энергию в нижних чакрах, забывая о верхних и наоборот. Распределяй баланс по всем чакрам из одной в другую, из одной в другую, чувствуя и представляя цвета. Также ты можешь это делать, как я уже говорил, золотым густым стержнем. Он не как иголка. Он очень гибкий и поддается, как пластилин лепки. И ты можешь делать его круглым, длинным, расширять и утончать. Делать спиралью, поднимаясь внизу, скобчика вверх. Попробуй прочувствовать свой дух внутри тебя в виде золотого стержня. И ты поймешь, как энергии солнца раскаются по всему твоему телу. Дальше идут лучи, которые ты излучаешь. Каким они будут светом, зависит от тебя. Благодарю. Благодарю вас. Это было касательно вопроса просканировать энергетическое тело, я понимаю, да? Есть ли там на что обратить внимание. Благодарю вас. Десятый, последний вопрос. Какой был бы твой самый важный совет для меня, о котором я не подумала спросить? Буду благодарна за любые рекомендации. Я бы хотела, чтобы ты протянула ко мне свои руки и положила на мои ладони. Прочувствуй вибрации солнца. Пусть прямой поток солнечной энергии пройдет через твои чакры, активируя твой стержень. Когда ты расслабляешься, твой дух или стержень принимает удобную ему позицию. Это твоя особенность. У каждого она своя. Как я вижу, спиральный стержень проходит от копчика наверх. Это то, как в расслабленном состоянии чувствует твоя душа. Как расслабленная пружина, которая в любой момент может прийти в действие, озаряя всех улыбкой, согревая лучами. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Мэвлос. Остались заключительные слова. Большое спасибо от всего сердца, мой друг. И до скорой встречи. Это Вельта оставила своему куратору. Это прекрасные слова. Уважаемый Мэвлос, в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую, возможно, на солнце еще не знают. И у нас есть очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам. Мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми сочными, спелыми ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И дополняем эту корзиночку еще самыми вкусными сортами яблока. И мы хотим спросить разрешения уважаемого куратора Мэвлоса, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь, своей подопечной и просто на добрые воспоминания. Я бы назвал этот подарок шикарным, если вы позволите. Позволю. Мне очень понравились наливные яблоки, которые прозрачные и выглядят как солнце в определенный момент. Благодарю вас. Я боюсь выражать свою радость, потому что мои лучи могут... О, да, мы знаем, мы знаем, уже испытали. Мне приятно действовать, поражая. Я благодарю вас и сдержу свои эмоции. Как представитель солнца я это прекрасно умею. Благодарю вас, уважаемый Мэвлос. Передавайте от нас привет солнцу, обязательно вашей прекрасной звезде, от которой мы все зависим. И мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих учеников, до своих подопечных. И мы будем рады открыть каждому, кто к нам придет, двери в новую жизнь, в которую дальше они пойдут сами. Это приятное добавление. Я непременно расскажу про вас. Благодарю вас. Представителям солнца. Благодарю вас. И вторая добрая традиция, мы никогда не прощаемся. Мы говорим до скорой встречи. Возможно, мы еще с вами встретимся. Может быть, на каком-то этапе Вельта захочет познакомиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора, и он нас сопровождает в этой замечательной поездке. Встреча, полете, как угодно. Хорошо. Я добавлю и отвечу на ваш одиннадцатый вопрос. О Вельте тринадцатый уровень высшего я. Замечательно. Это очень серьезный уровень. И, надеемся, она осилит переход на четырнадцатый уровень. Это была бы радость и для высшего я, и для ее куратора, безусловно. Духовный рост. Благодарю вас и за этот одиннадцатый ответ, незапланированный, и за ваше понимание. Я благодарю вас, Мевлос. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. До скорых встреч. Я желаю вам солнечных энергий и ярких вибраций. Благодарим вас. Благодарим вас, Мевлос. Принимаем с удовольствием. Всего вам доброго. И рассинхронизируйся. Верочка. Готово. Вельта, мы закончили встречу с вашим куратором, Мевлосом. Как вы ее оцените? Вы все поняли? Получили ответы? Я повторю его слова. Я чувствую себя шикарно. Солнечные энергии играют во всем мое теле, исходя лучами. По всему периметру я их чувствую и вижу. Но мне нужно разбираться с ними. Как он сказал, прочувствовать и поиграть. Понимая их разное состояние. Единственное, что я могу еще добавить, этими энергиями вы можете себя также лечить. Направляя из стержня поток энергии в то место, где у вас неприятные ощущения. Вытесняя всю боль, весь негатив. Если такая необходимость будет. То есть это вам сейчас. Какое прекрасное добавление. Благодарю тебе. Отлично. У вас все есть. У вас все в ваших руках. Научитесь этим пользоваться. Это интересный момент. Вы получите огромное удовольствие. Очень много информации, которую нужно переварить. Конечно. Но у вас 13 уровень высшего я. А он обязывает уже переваривать такую информацию. Я уверен, вы с этим справитесь. Вельта, мы будем возвращать вас сейчас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для того, чтобы все, что мы сейчас сделали, перешло на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купюль Вельта в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимаясь в комнате диагностики. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем. Пошел подъем.